Всем привет! Сегодня готовлю вкусный ужин без возни и заморочек. Также это блюдо называют жаркое в горшочках. Я буду использовать куриное филе. Вы же можете использовать любое другое мясо по вкусу. Также нам понадобится морковь, лук, чеснок, картофель, кабачок, растительное масло, зелень, соль, перец, специи. Полный перечень всех ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Специи я вам перечислю в процессе приготовления блюда. Нарезаем на мелкие кусочки. Лук нарезаем как можно мельче. Очищаем и нарезаем несколько зубчиков чеснока. Мясо я замариную. Добавляю в него одну часть лука, чеснок, солю, перчу и добавляю специи. У меня орегано, базилик и смесь разных специй. Здесь у меня кинза, разные перцы, красные, паприка. В общем, много всего. Специи добавляйте в любом случае по вкусу. Добавляю несколько столовых ложек растительного масла и прямо руками все перемешиваю и отставляю промариноваться хотя бы на 30 минут. Пока мясо у нас маринуется, мы подготовим другие ингредиенты. Как можно мельче нарезаю морковь. Очищаю и нарезаю на средние кубики картофель и нарезаю один небольшой кабачок. В картофель также как и в мясо я добавлю разные специи и растительное масло. Соль, перец, орегано, базилик, сушеный чеснок и смесь разных специй. Несколько столовых ложек растительного масла и все перемешаю. Запекать блюдо я буду в горшочках. У меня вот такие порционные горшочки. Конечно, можно использовать один большой горшочек либо любую жаропрочную форму. Просто в конце ее нужно будет хорошо плотно закрыть фольгой. Первым слоем выкладываю мясо. Вторым слоем выкладываю картофель. Сверху картофель присыпаю немного луком. Затем морковью и кабачками. Сверху опять выкладываю немного мяса и заканчиваем небольшим количеством картофеля. В каждый горшочек наливаю совсем по чуть-чуть горячей воды. Я наливаю воду на глаз. Ну сколько, примерно 50-80 миллилитров, не больше. Каждый горшочек плотно накрываю крышкой и запекаем в духовке разогретой до 200 градусов примерно 55-60 минут. Когда картофель готов, значит блюдо готово. Жаркой в горшочках у меня запекалось ровно 1 час. При желании можно достать и сверху присыпать сыром, если вы любите сыром. Я же их буду подавать так. Получается очень-очень вкусно. Нет ничего лучше блюда, приготовленного в духовке. Посмотрите, выделяется достаточное количество бульона. Как всегда, не забывайте ставить лайки, пишите мне ваши комментарии. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч. С вами была Виктория. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова